Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение прямой эфир, первый прямой эфир от Елены Ланге, совместно с Натальей Фальконе было. Нам рассказали несколько интересных моментов. Во-первых, Лена поделилась историей своего знакомства с троем, да. А также Лена рассказала, что якобы ей донесли, кто такая Ольга Патсон. Сейчас канал называется Елена Ланге. Напомню, что именно Ольга Патсон начала снимать первые видео про Ольгу Бругман. То есть, раньше на русскоговорящем ютубе сначала была скрытая камера, которая специализировалась в основном на Флориде и Ялте. А потом появилась Ольга Патсон, которая делала видео, показывала реальные цены на те вещи, которые продает Ольга. Так вот, Лене якобы рассказали, кто такая Ольга, и Лена с нами этим поделилась. Но обо всем по порядку. Как всегда, уточняю, что видео несет развлекательный характер, и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. Эфир на 55 минут, около часа, почти час. Лена не решилась проводить его сама. Ей помогала Наталья, потом, притом помогала не просто, знаете, куда нажать, а вот стояла за нее горой. Сама себя назначила модератором, активно банила всех несогласных и вообще заступалась за Лену. Я посмотрела прямой эфир уже в записи целиком, а в реальном времени успела под конец. Поэтому я видела те комментарии, которые были в чате. Те комментарии, которые в чате во время прямого эфира, они отличаются от того, что пишут уже потом. Ну и что я вам могу сказать? Каждый седьмой комментарий был удален и забанен. Ну то есть вы понимаете соотношение, в принципе, угодных и неугодных зрителей. Я имею ввиду неугодных блогеру. На самом прямом эфире было около 800 зрителей. Это уже под конец. Наталья охарактеризовала Ленин первый прямой эфир как потерю девственности. В этом прямом эфире Лена подтвердила, что Трой уехал в США по работе и находится там. Наталья, несмотря на то, что она присутствовала, постоянно находилась с Леной, периодически она выходила из кадра. И я так понимаю, именно в это время она модерировала, скажем так, комментарии. Удаляла неугодных, отвечала кому-то. То есть полностью работала на Лену. Ну а также, чтобы, во-первых, это же блогерская коллаборация. Лена засветила себя в эфире у Натальи. Наталья у Лены. То Наталья рассказала свою историю. Несмотря на то, что у них огромная разница в количестве подписчиков. У Натальи сколько там? 124-126 тысяч. Что-то в этом роде. У Лены 45. Казалось бы, разница большая, но в просмотрах разница не настолько велика. То есть Наталью я даже удивилась. Я же говорила, что давно ее не смотрела, что так мало смотрят от общего количества подписчиков. Возможно, потому что очень много видео. Не знаю. Не буду гадать, так как не смотрю постоянно этого блогера. И не знаю, что происходит на том канале. Так вот, Наталья рассказала историю, как она Наталья. Потому что будет еще история Лены. За час все успели рассказать. Так вот, как Наталья познакомилась со своим третьим мужем. Оказывается, она пошла поесть супчик в свой любимый ресторан. Супчики она ела летом, потому что только что сделала операцию. По уменьшению желудка. И там можно было только супчики есть. И подошел к ней американец, которого она сразу приняла по внешнему виду и облику за тракториста. Взерошенные волосы, вьетнамки на ногах. В общем, сразу он приятных впечатлений у Натальи не вызвал. Но в итоге, как мы все знаем, они поженились. И сейчас ее муж выглядит по-другому. Не так, как во время их первой встречи. Заодно Наталья рассказала еще и историю, как она вообще попала в Америку. Оказывается, она у себя в Рыбинске отнесла свою анкету и фотографии в местное агентство знакомств. А они, потому что хотели на ней заработать. Даже не на ней, наверное, а на иностранцах. Опубликовали ее фото на сайте знакомств на международном. И Наталье стали писать. Причем писали обычные письма. Тогда у нас еще не пришел век интернета. И почта была в конвертах и на бумаге. Так вот, оказывается, к Наталье даже приехал какой-то американец. Который, по утверждению самой Натальи, одновременно и ел, и пердел. И говорил, что все американцы такие. Да, этого американца Наталья себе не выбрала. Выбрала другого. Там тоже какая-то интересная история. Не знаю ее, к сожалению. Сбегала она как-то там от этого своего квика с туфлями в зубах. Опять же, она это сказала в этом эфире. В этом ролике Лена также подтвердила, что в Мексике точно такая же система, как и в Таиланде. С той лишь разницей, что в Мексике можно находиться дольше 6 месяцев. А так, по сути, чтобы получить новую визу, нужно просто пересечь границу. То есть, это формальность. Даже если ты выезжаешь на один день и в тот же день возвращаешься, ты получаешь новую визу. Поэтому люди живут в Мексике годами. И я так понимаю, Лена пока не получит визу в США, будет делать так же. Будет жить в Мексике. Наталья, кстати, призывала всех своих Елениных зрителей не слушать никаких обзорщиков. Ну, по крайней мере, она сказала, не слушать ни на каких каналах. Кто у нас ведет каналы? Обзорщики. Не слушать почему? Потому что они все врут. Дальше Наталья ненадолго удалилась. И у Лены появилась возможность ответить на комментарии, на несколько вопросов. И были действительно интересные вопросы. Во-первых, про место жительства Троя. Лена сказала, что он живет с ними в Мексике, но летает в США. Перевожу. А вот обзорщики не врут. Опять же, возвращаясь, они комментируют. Что значит, он живет с нами, но летает в США? Если сказать это другими словами, то он живет на две стороны. Ну, девочки, как это по-другому называется? Неделю я живу здесь, неделю по работе я живу там. Я не говорю, что это плохо. Либо это хорошо. Но это не называется, мы живем постоянно вместе. Это называется, мой муж сейчас вынужден жить на две стороны. Следующий вопрос. У Лены спрашивают, где она жить собирается. Ну, понятно, что Лена собирается жить в США. Но пока сложности, потому что только они поженились. Это нужно делать визу. Это нужно ждать. Сейчас еще COVID. Все службы работают изряд вон плохо. Везде очереди. Когда она эту визу получит, неизвестно. Поэтому Лена говорит, я не загадываю. Но опять же, что ей сказать? Я очень хочу в США, но пока меня туда не пускают. Вот понятно, что она это вот мягенько так, вроде как я наслаждаюсь моментом. Да, это Ленина фраза. Я здесь и сейчас в Мексике кайфую. Понятно, что если бы у нее сейчас была в паспорте виза, она бы со скоростью ракеты рванула в США. Но пока такой возможности нет. Да, это обидно ей где-то. Это печально. Но, по крайней мере, она знает, что рано или поздно эта виза у нее будет. И поэтому сейчас она немножечко сглаживает эту ситуацию, рассказывая нам про то, как она наслаждается в моменте. Кстати, одно другому не мешает. Человек действительно может наслаждаться в моменте. Но это не значит, что это предел ее мечтаний. Предел ее мечтаний это вот Калифорния, ну максимум Флорина. А никак не Мексика. Это Лена транслирует просто большими красными буквами и чуть ли не цитрами по всему экрану. Допускает, когда она нам рассказывает про Мексику. Особенно вот в тех видео сразу, как она только вернулась на YouTube, где они ездят с мамой. Вот эти вот комментарии скучно и грустно и так и сяк. И в Таиланде лучше. То есть, ну чувствуется это отношение. Что вроде как хорошо, тепло, да. Но хотелось бы вот от чего-то бы другого. Еще Лену спросили, а вы работаете? Да, хороший, кстати, вопрос. Спросили очень вежливо. Наталья тогда отсутствовала, поэтому вопрос прошел. И Лена даже на него ответила. И ответила так интересно. То есть, вроде ответила, сказала, при этом ничего не сказала. Да, говорит Лена, работаю. Веду два проекта, плюс у нас онлайн-магазин. Ну, про онлайн-магазин мы знаем. А вот про два проекта, пожалуйста, поподробнее. Тут было бы очень интересно. Один проект, я так догадываюсь, что это Ютуб. А вот второй проект, тоже есть у меня предположение. Об этом поговорим чуть дальше. Также Лена сказала, что наняли они новую сотрудницу к себе в офис в Екатеринбург. И действительно, Ольга Брукман уехала. Лена уехала. Юля работает, не работает, непонятно. В итоге остается только Света. И вот, наконец-то, ей будет помощь. Еще одна девочка. Кстати, вот как только Лена сказала, новая девочка-сотрудница. Сразу я вспомнила эту Марину, которая их обворовала. Помните, была серия видео. Следующий замечательный человек, который задал интересный вопрос и задал, как, общаетесь ли вы с Мишей? Да. Миша это кодовое слово, производное от Майкл. Лена говорит, конечно, нет. Он нам столько плохого сделал. Такой нехороший человек. Конечно, не общаемся. И помните, было у меня недавно видео про секретную комнату, где мы гадали, что же там такого секретного может быть? Что запрещено дверь открывать? Так вот, в комментариях у меня была такая интересная, я так смеялась, что в этой комнате привязанным стоит Майкл с кляпом во рту. Именно поэтому он закрыл свой канал, потому что его словили и обезвредили. И получается, именно поэтому нельзя заглядывать в эту комнату, просто потому что там Майкл в цепях. И еще вот из интересного, когда зашел раздовор про каких-то хейтеров, про еще одну Елену Ланге. Ольга Патсон сменила название своего канала и назвалась Елена Ланге. Так вот, Лена про это вспомнила и рассказала, что ей девочки слили информацию. Она не хотела этим делиться, потому что слили по секрету, что знают, кто такая Ольга Патсон. Высокая блондинка, красивая, стройная. Лена говорит, очень похожа на меня. Но есть проблемка. Живет она замужем с мужчиной на 35 лет, ее старше. Вот такая вот интересная информация. Теперь будем ждать видео, наверное, от самой Ольги Патсон. Подтвердит ли она эту информацию, опровергнет ли ее. Не знаю, будем наблюдать. И тут же Лена разоткровенничалась и рассказала нам какие-то ужастики, что перед свадьбой трою, вдумайтесь, звонили в гостиницу. Гостиница находится в Мексике. Так вот, ему звонили в гостиницу, просили соединить с его номером и назывались именем Лены. То есть, вам звонит ваша будущая супруга Елена Ланги. Соединяем. И рассказывали трое про то, что Лена аферистка. Да. Более того, подключались к камерам видеонаблюдения. Какие-то, девочки, у нас хейтеры-хакеры. Это Ольга вроде как грозилась нанять хакеров, оказывается. За Леной кто-то там мало того, что звонил, так еще и к камерам подключались. Интересно, почему эти фотографии и видео с камер видеонаблюдения, я так понимаю, в гостинице, да? Почему они не попали в интернет? То есть, если бы кто-то из якобы хейтеров подключался, то, вероятнее всего, слили бы эту информацию. Но я такого не видела. Если вы видели скрытые ролики из гостиницы из Мексики, когда кто-то из хейтеров взломал, наверное. Я не знаю, как по-другому можно попасть, подсоединиться к закрытой цепочке камер гостиницы, да? Если вы видели эти секретные фото, пишите. Ну и тут в кадр возвращается Наталья и говорит, что Лена бескорыстно помогает. Другая бы вот на ее месте вышла замуж и вообще бы на всех на вас наплевала. И вам бы не помогала, не мотивировала, не рассказывала, как выйти замуж. Ну, дальше, чуть дальше Наталья призналась, что не смотрела видео Лены. Даже не знала, как ее дети выглядят. Поэтому Наталья просто не в курсе, что касается бескорыстности обучающих видео Лены. Напомню, эта бескорыстность оценивается в 990 рублей. Да, тогда, когда Лена еще не вышла замуж, этот ролик в школе Ольги продавался именно за эту цену. Опыт моей дочери, как с двумя детьми, она познакомилась с американцем. Сейчас, когда Лена все-таки вышла замуж, я думаю, цена будет выше. В целом курс стоил 4500, и там было все. Кто за что платит, кто и когда с кем спит и все прочее. Ольга же нам обещала, что школа вернется. И я так думаю, раз дочь вот уже замужем, значит цена будет там повыше. Так что нет, никто у нас там не мать Тереза, бесплатно никого не учит. Это все продается за деньги. То, что делает Лена, она делает с расчетом, с прицелом на свою дальнейшую выгоду. И я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Нет, блогер старался, снимал, у него есть какой-то опыт, у него есть, к примеру, лояльная аудитория, которая хочет поддержать любимого блогера, верить любимому блогеру, хочет свои кровные денежки, заработанные, отнести и заплатить за его мастер-класс. Почему нет? Но это не называется благотворительность. Это не называется бескорыстная помощь. Это товарно-денежные отношения, наверное так. И, конечно, меня еще немножко смутил глагол. Лена говорит, я сейчас веду двух девочек, которые хотят выйти замуж, выходят замуж за американца. Меня смутил глагол. Ведут обычно какой-то там кейс. То есть, возможно, вот второй проект. Первый это YouTube, а второй проект, о котором говорила Лена, это как раз-таки вот личная консультация по поводу того, как захомутать американца. В противном случае был бы использован глагол «общаюсь с девочками», которые хотят выйти замуж. А когда я их веду, то этот глагол подразумевает некую цену за эту услугу. Но, опять же, зная Лену, ее странные иногда формулировки, возможно, было использовано неправильное слово. Хотя, больше все-таки я склоняюсь к тому, что действительно, Лена просто сейчас проводит индивидуальные консультации. Появились желающие после того, как увидели ее бракосочетание. Девочки написали, Лена цену написала и вот сейчас подсказывает. А подсказать ей что? Помните, Ольга делала видео в своей школе и про сайты знакомства, где отдельные сайты для миллионеров, какие-то сайты для пенсионеров, ну и прочее. Девочки, получается очень длинное видео. Давайте быстренько завершу свой рассказ. Лена еще сказала, что да, она хочет еще детей и рассказала историю своего знакомства с троем. Ну, в принципе, историю мы знаем. И сейчас Лена нам рассказала, так сказать, из первых рук, из первых уст, что когда она была у своей подруги Маши в гостях на три дня, Маша ей сказала, пиши на сайт. Лена написала, причем написала сама и сразу нескольким мужчинам, согласился встретиться только трое. Он же оплатил ей Uber, чтобы Лена приехала. Было уже 9 часов вечера и позже, но трой не мог освободиться раньше. Поели, потанцевали. Лене трой не понравился, что трою Лена тоже не понравилось, потому что она жила где-то там за 10 тысяч километров. Лена заверила трое, что вернется в феврале. Вернулась, и правда. Но заселилась почему-то не к трое, а в подвал к Майклу. И вот когда с этого первого свидания Лена возвращалась, она забыла наушники. И помните, трой ей этот наушник высылал. Эту часть истории мы знаем. Тут Лена нам рассказала некоторые недостающие детали. Оказывается, зимой, когда они с детьми были в Таиланде, Лена прикупила трою в подарок. Мыло натуральное и шоколадку Аленка. При этом с троем они не переписывались даже более полугода. То есть, я так понимаю, что мыло Лена купила не только трою, а вот всем этим кандидатам, по которым она собиралась проехать по возвращению в Америку. В феврале Лена приезжает и говорит, беру машину в аренду, еду к трою. Едет к трою зачем? Чтобы вручить ему мыло и шоколадку Аленка. Трой сразу не соглашается встретиться. У него какие-то дела. Семь часов Лена с мылом и в мыле. И шоколадка Аленка его прождала. В итоге, даже не трой к ней подъехал. Он попросил Лену приехать. Она приехала в кафе и обнаружила, что трой там сидит с какой-то барышней. Причем симпатичной. Отдала мыло. Предложил ее покатать. Ну и как мы все поняли, покатал. Потому что именно вот эту часть их знакомства Лена дальше описывает в своем видео. В этом слитом видео, где она говорит про его старый кошелек, задроченные доллары, его офис, про то, что он богат. Еще в России, кстати, Лена записывала ролик после того, как он прислал ей этот наушник. Что вот как избавиться от мужика. Подписчики, добрые люди, помогите советам. То есть трой ей все-таки интересовался тогда. Но Лена, у нее мысли были, как от него избавиться. К февралю она, видимо, передумала. Завезла ему мыло. Еще раз оценила его. Что-то опять пошло не так. Она выпустила это видео в закрытую группу, что не нравится он мне. Ну и продолжение этой истории мы все знаем. Лена эпично заселяется в подвал к Майклу, который сейчас пропал с Ютуба. И вот когда с Майклом они расстались, вернее Лена убежала от Майкла. Лена решила в третий раз взглянуть на трое уже без мыла и без шоколадки Аленка. И на третий раз, видимо, он ей все-таки понравился. И вот они пожелились. На этом все. Пишите, что думаете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok